Целый день стирает прачка Глазелки, если в доме кто заплачет, Загрустил в сторонке. А кому сегодня плакать в городе Тарусе? Есть кому сегодня плакать в губе очки Марусе? Петухи да гуси, сколько ходит по Тарусе, Господи Иисусе. Кабы мне такие перья, да такие крылья, Полетела прямо у дверья, бросилась в ковылья. Чтоб глаза мои на свете больше б не глядели, Петухи да гуси эти больше б не колдели. Ох, как худо жить, Марусе, в городе Тарусе. Петухи от них да гуси, Господи Иисусе. Мы этим летом поехали в Тарусу. Лето жарко, приезжаем и выходим на главную площадь города. И там какая-то стюрелистическая картина. Фонтан, девочка на роликах катается вокруг него, церковь, горсовет, Ленин. И все это в каком-то едином таком комплексе. И пусто, никого. Только девочка на роликах вокруг Ленина. Вот так рожа. Вот эта девочка Маруся. Но там вместо гусей голуби такие тут. Тоже унылые очень. Жарко. Вообще у нас с этой песней замечательная история, связанная, которая в Израиле произошла. Мы были на большом фестивале в Бардовском, в Израиле, где собирается, ну, две тысячи человек. Ну, это для маленькой страны, ну, просто гигантский фестиваль. Там вся страна собирается на этот фестиваль. Все русскоговорящие. На треть. На треть, да. Значит, и мы поем песню, как худо жить, Марусе, в городе Тарусе. Вот мы доходим, а все подпевают, все сидят на поляне, две тысячи человек. Подпевают, все знают слова. Вот, и мы доходим до слов. Ох, как худо жить, Марусе, в городе Тарусе, петухе от недогусе. И тут мы замолкаем, и две тысячи евреев. Господи, Иисус! Вамечательно. Было очень трогательно. Да, и дело-то было в субботу. Спасибо. Спасибо. Спасибо.